Снаружи перемен еще не видно, но внутри школы узнает разве что ее директор Ирина Горшкова. Две недели назад в 14-й школе на улице Куликова прекратили занятия. Школьников перевели учиться в другие здания на спортивном переулке и в Симхозе. А здесь, в историческом здании школы, приступили к ремонту. Его проверил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. С директором и строителями зашли в класс английского языка. Здесь полностью разобраны перекрытия, идет проверка надежности конструктива. Строители планируют менять все деревянные балки. Строить новые школы хорошо, нужно и важно. Но те здания школ, которые мы так любим, в которых мы учились, и которые еще могут быть приведены в порядок, их тоже, конечно, надо реконструировать. В прошлом году, если говорить конкретно о Сергиопосадском районе, мы одну из школ Углича привели в соответствие с современными требованиями. Успели все в срок, отработали хорошо. Этот год у нас 14-я школа. Конечно, мне это особенно приятно. Я здесь много времени провел, учился. Ремонт в 14-й школе проходит по федеральной программе. Он не ограничивается только ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школы, закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Сроки у строителей сжаты, но вариантов не справиться нет. 1 сентября ребята должны приступить к занятиям. Кончание работы должно быть в начале августа. Посещая школу, Сергей Пахомов заметил, что контроль за строителями будет строгим. Это учебное заведение заканчивал и глава округа Михаил Токарев. К слову, в округе в этом году строится еще физико-математический лицей и школа на Зувачевом поле. Я должен обязательно еще раз напомнить, что в следующем году, 1 сентября, мы навсегда ставим точку в истории второй смены в Сергиево-Пасадском районе. С 80-го года 40 лет дети учились в две смены. С 1 сентября мы эту историю заканчиваем. В общем-то, как и обещали. Татьяна Колганова, Дмитрий Зайчиков. Программа События.